Не старушка, а настоящая разбойница. В Минске 76-летняя бабушка напала на социального работника. Для маскировки парик вместо оружия – палка. Пенсионерка дождалась, пока женщина пройдется по квартирам, и на выходе из подъезда бабушка попыталась сбить жертву с ног. Соцработник смогла отбиться от вооруженной старушки и вызвать милицию. Уже правоохранителям седовласая мадам рассказала, примерить на себя образ разбойницы ее вдохновили сюжеты телесериалов. Чему киногерои научили преданную зрительницу в материале Александры Штемплевской? Звонок, я открываю. Она, ой, Макеевна, меня муза парила. Муза – не героиня древнегреческого эпоса, автор современной детективной истории. В один тихий день эта женщина преклонного возраста, как обычно, приняла дома в соцработницу. Потом дождалась бы, кота обойдет другие квартиры, седые волосы спрятала под черным париком, вооружилась скалкой и стала караулить, когда курьер направится к выходу из подъезда. Когда Почти Леон спустился на первый этаж и направился к выходу, затаившись в углу помещения женщина, начала беспорядочно избивать ее палкой, тем самым повалив на землю. Бедная женщина смогла встать, выбежать на улицу. Она попыталась закрыть за собой домофонную дверь, однако нападавшая на нее женщина успела просунуть ногу в дверной проем. Испугавшись милиции, старушка-разбойница вернулась в квартиру и выкинула улики из окна. Один кроссовок после нашли на дереве, скалку возле дома. А вот парик, скорее всего, унесло ветром. Откуда у пенсионерки такой реквизит, догадаться сложно, зато соседи точно знают, что подруга по подъезду очень любит криминальные сериалы. А что же вы так и сделали? Она говорит, а я рассмотрела все по телевизору и решила эксперименты сделать. В милиции подчеркивают, хулиганка не собиралась отбирать деньги. Увидела, как в фильме герой повалил противника с одного удара палкой и решила лично проверить прием. Правда, для чего, так и не призналась. Что случилось, если у человека сдвиг? А чего? Ну и все. Раньше в социальной службе пенсионерка никогда не скандалила. Но теперь из-за конфликта ей придется чаще отрываться от телеэкрана. Хотя бы для того, чтобы сходить на почту. Больше бабушки пенсию на дом не понесут. Она не будет больше ее обслуживать. Значит, больше она не будет. Мы сегодня же поставили в известность исполком, что мы переведем ее на почтовое отделение. Туда больше никто не пойдет. Я не могу рисковать своими людьми. За 20 лет службы это всего третий случай нападения. У курьеров при себе хоть и есть шокер и баллончик. Использовать их в этот раз пострадавшая не успела от неожиданности. Ведь бил ее не матерый налетчик, а всегда вежливая старушка, которую знали уже много лет. Хорошо, хоть травмы оказались несерьезными. Ссадины и ушибы. Вот так на восьмом десятке лет бабушку записали в хулиганки. Уголовное дело по соответствующей статье все-таки возбудили. Так что в каком-то смысле пенсионерка повторила судьбу своих любимых героев. Попала как минимум в криминальную программу. Александра Штенпревская, Николай Рузавин, Зонаикс, Минск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова